Компания «Изолятор» – крупнейший в России производитель высоковольтных вводов переменного и постоянного тока. За более чем 120-летнюю историю завод накопил уникальный опыт в области разработки, производства и обслуживания вводов различного назначения и классов напряжения – от 12 до 1200 кВт. Данный фильм представляет подробную информацию о продукции компании «Изолятор», ее основных конструкторских и технических характеристиках. Высоковольтные вводы Высоковольтные вводы – это важнейшее связующее звено между линией электропередач и другим электротехническим оборудованием. Для обеспечения бесперебойной и качественной работы вводы разрабатываются с учетом особенностей конструкции такого оборудования, как трансформаторы, шунтирующие реакторы, масляные выключатели или газовое комплектное распределительное устройство. Внешняя и внутренняя изоляция высоковольтного ввода обеспечивает надежное и стабильное энергообеспечение даже в самых суровых условиях окружающей среды. Классификация высоковольтных вводов Полимерное литье Полый полимерный изолятор По сфере применения Для силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов Съемные для силовых трансформаторов Для кабельного подключения трансформаторов Для подключения трансформатора и КРУЭ Для масляных выключателей Или газовые для КРУЭ Линейные В начале 2000-х годов компания Изолятор в сотрудничестве с ведущими научными центрами России Создала уникальную технологию производства РИП-изоляции на основе бумаги, пропитанной смолой Это повысило надежность продукции и увеличило длительность эксплуатации В 2017 году на заводе Изолятор разработана конструкция с новейшим типом изоляции РИН и РИС Основное отличие указанных типов изоляции от изоляции РИП состоит в том, что при намотке используется не бумага, а специальное нетканное полотно или сетка соответственно В связи с тем, что в структуре изоляции отсутствует целлюлоза Оба указанных типа изоляции не способны увлажняться при транспортировании и длительном хранении Что позволяет производить хранение вводов в любых условиях без применения специальных герметичных пеналов Собственные технологии охраняются 12 международными патентами Включая патенты на изготовление РИП и РИН-изоляции И производство внешней полимерной кремней органической изоляции на напряжение от 35 до 330 кВ Рассмотрим конструкцию различных высоковольтных вводов производства компании Изолятор Высоковольтные вводы масла-воздух для силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов С конструктивной точки зрения вводы представляют собой проходные изоляторы Предназначенные для вывода или ввода высокого напряжения из бака трансформатора или реактора И являются самостоятельными изделиями Контактная клемма предназначена для присоединения к ней высокого потенциала Изготовлена из медного сплава Внутри корпуса размещаются следующие элементы конструкции ввода Газовая подушка, компенсирующая температурные изменения объема жидкого наполнителя И представляющая собой свободный объем газа или воздуха Стяжной узел, обеспечивающий необходимую механическую прочность и герметичность конструкции ввода Маслоуказатель для контроля наличия жидкого наполнителя масла во вводе Наполнитель сухой, жидкий или газообразный, защищает внутреннюю полость ввода от увлажнения Фарфоровая покрышка – это внешняя изоляция ввода Обеспечивающая защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды И характеризующаяся необходимым разрядным расстоянием и определенной длиной пути утечки по наружной поверхности Изоляционный остов – это внутренняя изоляция ввода Выравнивающая электрическое поле в радиальном и аксиальном направлениях за счет размещения конденсаторных обкладок Последняя обкладка изоляционного остова заземляется в эксплуатации Поэтому называется заземляемая Эта обкладка имеет постоянный электрический контакт с измерительным выводом, служащим для проведения измерений Поэтому второе ее название – измерительная Центральная труба предназначена для намотки на нее внутренней изоляции ввода Соединительная втулка предназначена для соединения элементов ввода На ней также размещен измерительный вывод Опорный фланец предназначен для закрепления ввода на оборудование Иногда фланец объединяется со втулкой Нижний экран выравнивает внешнее электрическое поле в нижней части ввода Верхний экран применяется в конструкции вводов с полимерной внешней изоляцией И предназначен для выравнивания внешнего электрического поля в верхней части ввода Во вводах с фарфоровой покрышкой функции верхнего экрана выполняет корпус Полимерная изоляция применяется на вводах с внутренней репозоляцией в качестве альтернативы фарфоровой покрышки и выполняет те же функции Подсоединение к обмотке трансформатора может производиться разными способами Методом протягивания кабеля через трубу ввода и пайкой контактной шпильки в верхнем узле ввода Это протяжная конструкция Методом болтового или резьбового соединения в нижнем узле Тогда это не протяжная конструкция В этих конструкциях проводником тока является труба ввода или стержень, протянутый через трубу ввода Съемные высоковольтные вводы масло-воздух для силовых трансформаторов Эти вводы предназначены для соединения и передачи электроэнергии Выработанные генераторной установкой электростанции На обмотку низкого напряжения силового трансформатора Особенности конструкции съемного ввода Отсутствует собственная внутренняя изоляция Масло трансформатора заполняет внутреннее пространство ввода Отсутствует измерительный вывод Большая площадь контактных поверхностей Высоковольтные вводы масло-масло для кабельного подключения трансформаторов Ввод представляет собой проходной изолятор И предназначен для соединения отвода трансформатора с концевой кабельной муфтой При эксплуатации нижняя часть ввода находится внутри бака трансформатора А верхняя – в кожухе кабельного ввода Обе части ввода находятся в трансформаторном масле Поэтому такие вводы называют масло-масло Особенностью вводов данного типа является отсутствие наружной изоляции Как на нижней, так и на верхней части ввода Ввод состоит из следующих конструктивных элементов Твердого изоляционного остова, изготовленного намоткой на центральную трубу электроизоляционной бумаги С последующей пропиткой эпоксидным компаундом Репозоляция Для выравнивания электрического поля бумажная намотка разделена на слои, проводящими обкладками Соединительные втулки с расположенным на ней измерительным выводом В условиях эксплуатации измерительный вывод соединен с выносным измерительным выводом Размещенным на плите кожуха кабельного ввода снаружи Выносной измерительный вывод во время эксплуатации должен быть надежно заземлен Опорного фланца с расположенными на нем рым-болтами Для подъема ввода и пробкой для выпуска воздуха из бака-трансформатора Верхнего узла, нижнего экрана Высоковольтные вводы масла Элегаз для подключения трансформаторов и Круэ Получили свое развитие только в последние годы Вводы данного типа представляют собой проходной изолятор Предназначенный для разделения двух изоляционных сред Элегаза и масла в герметичном распределительном устройстве при сочленении его с трансформаторов При эксплуатации нижняя часть ввода находится внутри бака-трансформатора в среде трансформаторного масла А верхняя – в кожухе элегазового отсека Особенностью вводов данного типа, как и предыдущего, является отсутствие наружной изоляции как на нижней, так и на верхней части ввода По конструктивным элементам данные вводы отличаются от вводов масла-масла следующими особенностями Соединительная втулка имеет два опорных фланца Один – для закрепления ввода на трансформаторе, а второй фланец, как правило, более мощный – для установки на нем элегазового контура Верхним контактным узлом в элегазовой части Токоведущим стержнем, проходящим через всю трубу ввода Высоковольтные вводы масла-воздух для масляных выключателей Вводы являются основным изолирующим элементом масляного выключателя Обеспечивают его надежную и безопасную работу Контактная клемма изготовлена из латуни и предназначена для присоединения к ней аппаратного зажима спуска проводов воздушной линии высокого напряжения Корпус предназначен для размещения следующих элементов конструкции ввода Газовой подушки, стержного узла, масло-указателя – только для вводов 220 кВт Наполнитель – масло – защищает внутреннюю полость ввода от увлажнения Фарфоровая покрышка – это внешняя изоляция ввода Изоляционный постов – это внутренняя изоляция ввода Центральная труба для вводов 110 и 220 кВт и пруток для ввода 35 кВт предназначены для намотки на них внутренней изоляции ввода Верхний экран применяется в конструкции вводов с полимерной внешней изоляцией и предназначен для выравнивания внешнего электрического поля в верхней части ввода На вводах с фарфоровой покрышкой функции верхнего экрана выполняет корпус Полимерная внешняя изоляция применяется в качестве альтернативы фарфоровой на вводах 110 и 35 кВт Подсоединение к выключателю Вид подсоединения вводов 35 кВт определяется типом выключателя, на который они устанавливаются Подсоединение вводов 110 и 220 кВт осуществляется при помощи контактного наконечника, навернутого на центральный токоведущий элемент ввода Линейные высоковольтные вводы «Воздух-воздух» Вводы предназначены для установки в стенах и перекрытиях зданий распределительных устройств Компания «Изолятор» выпускает линейные вводы только с твердой внутренней изоляцией, конденсаторного типа по технологии РИП, как наиболее эффективной Для возможного подсоединения к каждой из сторон ввода предусмотрены контактные клеммы, установленные на обоих концах Вводы «Воздух-воздух» могут иметь внешнюю изоляцию из фарфора, либо из полимерного оребрения В случае применения фарфоровых покрышек наполнителем служит специальный гель – сухой наполнитель При нанесении полимерного силиконового оребрения непосредственно на изоляционный постов наполнитель не требуется Соединительная втулка предназначена для размещения на ней измерительного вывода и опорного фланца ввода Опорный фланец предназначен для закрепления ввода в месте его установки и может быть выполнен не только круглым, но и квадратным Экраны применяются в конструкции вводов с полимерной внешней изоляцией и предназначены для выравнивания внешнего электрического поля в верхней и нижней частях ввода Во вводах с фарфоровой покрышкой функции экранов выполняют верхний и нижний фланцы Высоковольтные вводы или газ-воздух для КРУЭ В эту группу входят специальные вводы, предназначенные для подсоединения комплектных или газовых распределительных устройств к линии электропередачи Ввод представляет собой проходной изолятор, предназначенный для вывода высокого напряжения из КРУЭ или трансформатора и является конструктивно самостоятельным изделием При эксплуатации нижняя часть ввода находится внутри КРУЭ или трансформатора в среде электрического газа, а верхняя – на открытом воздухе Ввод состоит из следующих основных конструктивных элементов Твердого изоляционного остова Соединительные втулки с расположенным на ней измерительным выводом, который должен быть заземлен во время эксплуатации Опорного фланца, предназначенного для крепления ввода на оборудовании с расположенными на нем рымболтами Фарфоровые покрышки, заполненные электроизоляционным гелем Контактные клеммы Нижнего контактного наконечника Высоковольтные вводы Элегаз-воздух, заполненные Элегазом Их главное отличие – простота конструкции Нет изоляционного остова Нет уравнительных или конденсаторных обкладок Нет необходимости в измерительном выводе Но для создания замкнутого объема ввод имеет нижнюю фарфоровую покрышку Для выравнивания электрического поля внутри ввода в районе заземленного фланца используется внутренний экран Высоковольтные вводы постоянного тока Предназначены для установки в оборудование, которое может работать как при переменном, так и постоянном напряжении, а также их комбинации Особенностью вводов постоянного тока является их расположение в трансформаторе под углом, близким к горизонтальному Из-за чего применение вводов с фарфоровой покрышкой становится нерациональным Кроме того, к вводам данного типа предъявляются особые требования по пожаробезопасности Поэтому применение трансформаторного масла в качестве наполнителя для вводов исключено Таким образом, современные вводы постоянного тока имеют твердую изоляцию, полимерную покрышку и сухой наполнитель Ввод состоит из следующих основных конструктивных элементов Твердого изоляционного остова Изготовленного намоткой на центральную трубу Электроизоляционной бумаги с последующей пропиткой эпоксидным компаундом Рип-изоляции Опорного фланца, закрепленного на остове и предназначенного для крепления ввода на трансформаторе На ввод установлена полимерная покрышка, заполненная газом Через весь ввод проходит токопровод, имеющий герметичное уплотнение в верхней и нижней части ввода Конструкторское бюро компании Изолятор при необходимости может вносить изменения в типовые проекты с учетом специфики оборудования заказчика Наши конструкторы обладают уникальным опытом разработки высоковольтных вводов под конкретные требования заказчика Мы постоянно разрабатываем новые конструкции вводов Как для замены находящихся в эксплуатации вводов, в том числе и импортного производства Так и для трансформаторных заводов по техническим требованиям заказчика с указанными им характеристиками и размерами Что дает нам значительное конкурентное преимущество перед остальными производителями аналогичной продукции Компания Изолятор оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию установленных высоковольтных вводов Сервисная поддержка включает в себя внешний осмотр ввода, контроль давления масла, электрические измерения, тепловизионный контроль Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...